Добро пожаловать в мир клана Сопрано, где верность и предательство идут рука об руку. Сегодня мы расскажем о крысах, чьи действия потрясли всю империю Сопрано. Узнайте, чье предательство стало самым болезненным и кто мог быть тайным информатором в БР. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, кто нанес самый сокрушительный удар. Первым информатором в окружении Тони Сопрано оказался Джимми Алтиери. Вначале он кажется надежным Капо, управляющим своей бригадой, но со временем его истинное лицо становится очевидным. Хотя прошлое Джимми остается загадкой, ясно, что он давно находится рядом с Тони. Переломный момент наступает на свадьбе в первом сезоне, когда Ларри осторожно намекает на возможные обвинения. Когда Тони и Ларри решают спрятать улики в Грингроув, Джимми неожиданно вмешивается, настаивая, чтобы туда поселили его мать. Напряжение растет, особенно после карточной игры, на которую устраивает налет ФБР. Люди Тони оказываются под арестом. В разгар хаоса продажный детектив сообщает шокирующую новость. Кто-то из близкого круга Сопрано сливает информацию ФБР и подозрения падают на Джимми. Развязка наступает, когда Джимми чудесным образом выходит из тюрьмы и приходит в дом Тони. Их разговор в подвале становится откровением, когда Джимми внезапно спрашивает Тони про колумбийские деньги. Тони сразу понимает, что Джимми ведет двойную игру. С благословения дяди Джуна он приказывает устранить предателя. Позже тело Джимми находит с крысой во рту, яркий символ его предательства и сотрудничества с федералами. В мире клана Сопрано ФБР обычно пыталась завербовать тех, кто был ближе всего к Тони Сопрано. Но все поменялось, когда они переключили внимание на строительного магната Джека Массерони. Начали ходить слухи о том, что Массерони тайно сотрудничает с ФБР. Точные сроки неизвестны, но намеки указывают на второй сезон эпизод «Не реанимировать», когда Тони предупредил его держаться подальше. Массерони проигнорировал это предупреждение, что в итоге и привело его к краху. Встреча в закусочной показала, что Массерони нервничает. Его неудачный комментарий о том, что Тони похудел, стал роковой ошибкой, и Тони понял, что он больше не может ему доверять. Как и Джимми Альтиери, Массерони ждал печальный конец с чехлом для клюшки для гольфа во рту, что стало страшным напоминанием о том, чем грозит предательство. До сих пор ходят слухи, что в подаренной Тони картине, показанной в эпизоде «Крысиная свора», мог быть спрятан жучок. Хотя это и не доказано, обстоятельства ее передачи вызывают подозрения. Эпизод также намекает на развитие технологии слежки, показывая, что в картину могли встроить устройство. Увеличенные кадры картины усиливают догадки о том, что она могла быть использована для подслушивания. Но возникает вопрос, почему ФБР решила, что картина окажется в подходящем месте для разговоров мафии? К тому же спрятать жучок в такой хрупкой вещи, как картина, рискованно одно падение могло бы выдать всю операцию. После смерти Адрианы клан Сопрано еще глубже погружается в тему предательства, уделяя внимание трем новым информаторам. Один из них – Рэй Курта, один из доверенных людей Тони. Его предательство становится очевидным в третьем сезоне, когда он, словно между делом, упоминает о возможности носить прослушку на поминках Ливии. Мотивы его предательства остаются туманными, но сериал дает некоторые подсказки. Возможно, дело в болезни сына, страдающего рассеянным склерозом и финансовых расходах, связанных с его лечением. Также его прошлые проблемы с полицией в публичном доме, где он был замечен вместе с Питером МакКалистером, намекают на то, что он был уязвим к давлению со стороны федералов. Судьба Рэя принимает трагический оборот, когда он умирает от инсульта в машине агента ФБР. Несмотря на тайное сотрудничество, он умудряется остаться в тени и не вызывает подозрений у семьи Сопрано. Хотя его положение в семье было авторитетным, он всегда держался в стороне, скрывая свои связи с правоохранительными органами. Его нежелание занять лидерскую позицию после смерти Джеки Старшего намекает на скрытые причины его действий. Рэй умело справляется с встречами с ФБР, создавая впечатление, что он сам контролирует ситуацию. В отличие от других стукачей, он действует с уверенностью и спокойствием, что указывает на продуманные взаимовыгодные отношения с агентами. Поставляя важную информацию, такую как записи собраний КАПа и обсуждение преступных дел, он укрепляет эту теорию. Основные мотивы Рэя – это забота о семье, особенно о больном сыне. Сотрудничество с властями для него – это стратегический ход, позволяющий оставаться на свободе и обеспечивать близких. Оставаясь вне крупных дел и незаметным, он сохраняет свою свободу и безопасность своей семьи. Фактически, путь Рэя как информатора начался задолго до официального контакта с ФБР. Он осторожно лавировал в криминальном мире, умело балансируя между лояльностью к семье и защитой личных интересов. Во второй половине сериала всплывает еще один стукач – Юджин Понтикорва. Этот момент шокировал преданных фанатов «Сопрано», когда в эпизоде «Только для членов» выяснилось, что Юджин сотрудничает с ФБР. Его мотив был прост – отчаянное желание вырваться из криминального мира и начать новую жизнь вместе с семьей под солнцем Флориды. Момент, когда Юджин становится информатором, покрыт тайной, добавляя его персонажу загадочности. Этот переход выглядел резким и неожиданным, без каких-либо намеков в предыдущих сериях. Создатели клана «Сопрано» явно не планировали сделать из него предателя, что только усилило удивление зрителей. В конце концов, каждый день в мафиозной жизни – это шаг по минному полю, и одна ошибка могла обернуться для Юджина таким же провалом, как для Адрианы. Как и в случае с Рэйм, степень сотрудничества Юджина с ФБР и информация, которую он передал, остаются тайной. Отказ Тони позволить ему переехать во Флориду разрушил его планы. К тому же ФБР хотела поймать Тони Сопрано прямо в Нью-Джерси, оказавшись в безвыходной ситуации, Юджин видит единственный выход – уйти из жизни, обеспечив своей семье будущее, так как он больше не будет им мешать. Тони и его бригада снова избежали удара, но ценой еще одного предателя. Однако у фанатов клана Сопрано есть любопытная теория – якобы именно жена Юджина заказала покушение на Тони в финальной серии. Я лично не особо верю в эту версию, но она настолько интригует, что стоит обсудить. Если вы поддерживаете эту теорию, поделитесь своим мнением в комментариях. Подозрения вокруг Джимми и Пусси нарастали, и вскоре всплыла неприятная правда. Пусси тоже оказался на крючке у ФБР. Тони вспоминает, как Сал занимался продажей Хмурого, несмотря на предупреждение от Джеки-старшего о том, к чему это может привести. Джеки даже предлагал ему помощь с деньгами, но Сал отказался. Не хотел оказаться в долгах перед боссом. Жребий был брошен, когда агенты ФБР схватили Пусси. Перед угрозой серьезного срока в тюрьме ему пришлось выбирать – предать Тони или отправиться за решетку. Сал, находясь рядом с Тони, начал собирать компромат, а его участие в преступных делах стало настоящим кладом для агентов. После возвращения из отпуска в Пуэрто-Рико, Сал столкнулся с обвинениями от продажного детектива. К тому же, Пусси отказывается идти в баньку с Поли, что только усилило подозрения команды, но без прямых доказательств Тони оставался бессилен. Скрипя зубами, Сал продолжал сливать информацию куратору-федералу, все еще оставаясь частично верным Тони. Но когда его обошли с повышением, обида пересилила остатки лояльности. Он даже заявлял, что хотел бы стать копом, когда Тони упекут за решетку. Сал начал записывать наблюдения и следить за членами своей команды, но ситуация быстро вышла из-под контроля. Во время одной несанкционированной слежки он попал в аварию, что только ухудшило его положение. Во сне Тони становится ясно, что с Пусси что-то нечисто. Тайный обыск подтвердил все, нашли прослушку. На лодке Сал сознался в шпионаже, пытаясь доказать, что все равно был верен Тони, но Тони уже принял решение. Сал пошел на дно вместе со своим предательством. После этого ФБР переключило внимание на Адриану. Эй, если бы Тони Сопрано был в соцсетях, он точно бы юзал Target Hunter, чтобы найти правильных людей. С его помощью ты можешь собрать нужную аудиторию, как Тони собирал свою команду. Хочешь показывать рекламу тем, кто точно откликнется? Target Hunter тебе в помощь. Введи промокод Киногерой и получи два дня доступа к тарифу автоматизация. Плюс месяц в подарок при покупке любого тарифа от месяца. В отношениях семьи Сопрано связь между Кристофером и Адрианой всегда бросалась в глаза. Карьерный рост Кристофера в семейной иерархии сильно повлиял на трагическую судьбу Адрианы. Когда она начала распространять кокс в своем клубе, это сделало ее удобной целью. Несмотря на постоянное давление ФБР, Адриана продолжала хранить верность Кристоферу, отказываясь выдавать компромат. Однако такая преданность оборачивается против нее. Кристофер умело манипулировал Адрианой, загнав ее в ловушку, что привело к ее трагической гибели от рук Сильвио. Фабиан Петрулио, известный как Фред Питерс, когда-то был солдатом семьи Сопрано. Позже он стал стукачем, и это привело к поимке нескольких мафиози, включая Джеки-старшего и его приятеля Джимми. После того, как его вышвырнули из программы защиты свидетелей, скорее всего за вещества, он осел в Уотервилле, штат Мэн, притворяясь туристическим агентом. Тони Сопрано случайно сталкивается с Питерсом на заправке, пока ездит по колледжам с дочерью. Узнав предателя, Тони решает восстановить честь семьи. Он начинает за ним следить, выясняет новое имя Питерса и находит его турагентство. После неудачных попыток убрать Питерса, Тони устраивает засаду у агентства и душит Питерса проводом, оставляя тело как предупреждение для других. В ключевой момент клана Сопрано Карло Джерваси, оказавшись под давлением после предательства своего двоюродного брата Берта, неожиданно стал информатором. Скорее всего, он пошел на это, чтобы спасти своего сына, которого ФБР накрыло за продажу веществ. Когда Карло не пришел на важную встречу с Поли, в семье Сопрано начали расти подозрения. В итоге адвокат Минг сообщил Тони, что Карло действительно сотрудничает с властями, показывая, на какие крайности готовы идти люди, чтобы защитить своих близких в опасном мире мафии. Джимми Петрили, советник Джонни Сека, долгое время удавалось сохранять видимость преданности, скрывая свою грязную тайну. Как оказалось, с начала 80-х он тайно сотрудничал с федералами. Нил Минг, надежный источник в мафиозных кругах, утверждал, что Джимми сливал ценную информацию властям на протяжении почти 20 лет. В любом случае, показания Джимми стали приговором для Джонни Сека, который оказался за решеткой. А вот Тони Сопрано, к удивлению всех, умудрился выйти сухим из воды, несмотря на все риски. По мере того, как культовый сериал подходил к своему завершению, поклонники продолжали строить теории о новых героях, которые, возможно, стучали федералам. Одной из самых обсуждаемых тем остается вопрос лояльности Кристофера Малтесанти. Хоть явных доказательств его связи с властями нет, мелкие намеки заставляют задуматься о возможном предательстве. Несмотря на то, что Крис жертвует Адрианой ради Тони, Кристофера продолжают унижать и высмеивать. Тем временем такие фигуры, как Тони Блондетта и Бобби, становятся любимчиками босса, что лишь усиливает внутренние страдания Кристофера. Его жертвы ради семьи Сопрано нередко остаются без должного уважения. Поли даже шутит, что дочь Кристофера когда-нибудь будет танцевать в Бадабинг. В разгар этих испытаний Кристофер переживает серьезные перемены, становясь мужем и отцом, и осознает новую ответственность – заботу о своих близких. Тайна вокруг смерти голливудского сценариста Долана только углубляется, поскольку его смерть явно связана с организованной преступностью. Присутствие Кристофера в квартире Долана подтверждено его отпечатками пальцев, но этот факт удобно игнорируется. Скрытность убийства намекает на вмешательство тайных сил, возможно, ФБР. Могла ли смерть Долана быть нарочно проигнорирована, чтобы использовать ее как рычаг против Кристофера? Вспоминая события с Джей Ти в сериале, сложно не задуматься, как бы Тони отреагировал на подобное. Смерть Джей Ти могла вызвать нежелательное внимание и проблемы, но Тони почему-то остается безучастным, что наводит на мысль, что Сопрано вовсе не знал о случившемся. Кроме того, Малтисанти шутит о роскошной жизни Сэме Бэка Гравано, которую тот ведет благодаря программе защиты свидетелей, указывая на якобы безграничные ресурсы правительства. Анализируя Гравано, как Кристофер упоминает до столкновения, с Джей Ти Доланом добавляет значимости его словам. Гравано, по сути, серийный убийца с 19 подтвержденными жертвами, получил сокращенный срок, сотрудничая с ФБР против Готти. В эпизоде «Ходи как мужик» Кристофер в состоянии опьянения делится с Джей Ти своими мыслями о влиянии в организации и возможном предательстве. Действия агента Скипа по защите своих источников подчеркивают готовность федералов закрыть глаза на некоторые нарушения ради своих целей. Очевидно, что Скип знал о причастности Сала к событиям, связанным с двойником Элвиса, но предпочел не поднимать шум, надеясь поймать Тони Сопрано. Поэтому властям было выгоднее не привлекать Кристофера к ответственности, а попытаться использовать его для достижения собственных целей. Во время важной встречи с Тони и Филом поведение Кристофера кажется необычайно отстраненным. Некоторые поклонники считают, что странное поведение Кристофера связано с его хмурым, но анализ показал, что в его крови был другой стимулятор Кокс, известный своей способностью вызывать агрессию. Несмотря на это, Кристофер предлагает Тони пойти на условия Фила, что как минимум странно, учитывая историю отношений Шаха Ирана и Криса. Вспомните странный эпизод, когда Тони в машине обсуждает Фила и их темные делишки, а Кристофер резко прибавляет громкость, возможно, чтобы заглушить передачу сигнала. Его одержимость избеганием тестов на наркотики кажется странной, учитывая его участие в незаконной деятельности. Однако, если трезвость – условия его соглашения с властями, Кристофер оказывается перед настоящей дилеммой. Особенно примечательно его неготовность признаться в употреблении наркотиков Тони, его настоящий страх – это что Тони обнаружит прослушку, когда спасатели найдут Криса в беспомощном состоянии. В одном из предыдущих эпизодов Кристофер рассказывает Поле о том, что госслужащий устанавливал подвесной потолок в его подвале, что вызывает недоумение. Власти не раз пытались установить прослушку в доме Тони. Один раз им даже удалось, но вмешательство дочери Тони все испортило. Почему же они не пытались установить прослушку у Кристофера? Его пристрастие к наркотикам делало его идеальной мишенью. С семьей на плечах Кристофер решает сотрудничать. Взвешивая все риски и выгоды, мог ли он планировать новую жизнь в программе защиты свидетелей, писать свои мемуары или попробовать себя в модельном бизнесе? Поделитесь своими мыслями об этой интригующей теории в комментариях. В подкасте Talking Sopranos создатель сериала Дэвид Чейз поделился интересной идеей сюжета, связанной с Ливией, матерью Тони и ее неожиданным предательством. В оригинальном замысле Чейза Ливия должна была сыграть ключевую роль в судьбе Тони. Если бы Нэнси Маршан была жива, история могла бы круто повернуться. Ливию ловят на продаже краденных авиабилетов, и чтобы спасти себя, она соглашается дать показания против Тони по делу Рико. Хотя этот сюжет так и не воплотился, творческое видение Чейза оставило неизгладимый след в клане Soprano и заставило фанатов гадать, как бы все могло обернуться, если бы Ливия все-таки предала сына. Редактор субтитров А.Семкин